приветствую вас друзья я екатерина кузнецова и вы смотрите видео на канале зеленый дом я большой специалист в комнатных растениях биолог по образованию пишу об этом книги обучаю людей и на своем канале делюсь информацией о комнатных растениях поэтому обязательно подписывайтесь если вам это интересно оставайтесь с нами выпуски у нас выходят каждую неделю сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о семи самых популярных ошибках по уходе за комнатными растениями которые допускают люди из-за чего у вас растение желтеет из-за чего отказываются расти из-за чего недостаточно классно выглядят в общем вот так по всем об этом сегодняшний выпуск поэтому оставайтесь с нами до конца. Первая ошибка, которую допускают новички, это неправильный грунт для растений. Грунт это, конечно, основа жизни растения, именно туда оно запускает свои корешки, именно оттуда оно берет воду, необходимую ему для фотосинтеза, именно оттуда оно добывает питательные вещества, из которых строит свое зеленое тело. Поэтому очень важно, чтобы грунт растению подходил. Растения очень разнообразные, в природе они живут в совершенно разнообразных условиях, например, суккуленты живут в пустынях, на песке, бегонии живут в нижней подстилке лесов, в высокой влажности, в большом количестве органических веществ, в кисловатом грунте, таком чуть заболоченном. Какие-то растения предпочитают песчаную почву, какие-то торфяную почву, и, конечно, обо всем об этом хорошо бы поинтересоваться, когда растение у вас появилось. Обычно это несложно, нужно просто взять название вашего растения, вбить его в гугл или, не знаю, зайти на сайт растенийвод.ком.ру, в общем, какой-то такой, и там прям найти ваше растение и прочитать, какая же земля ему нужна. Но есть и универсальные рецепты, в которых практически все растения будут чувствовать себя неплохо. Когда мы покупаем растение в магазине, оно чаще всего находится в транспортировочном торфе. Именно в нем растения выращиваются в Голландии или где бы они там не выращивались до продажи, потому что этот субстрат хорошо впитывает воду при поливах, хорошо задерживает питательные вещества, которыми растения активно кормятся, чтобы они быстро набирали массу. И в идеальных условиях, при хорошем освещении, при стабильной температуре, при высокой влажности, при постоянных подкормках, растения в нем могут чувствовать себя комфортно достаточно длительное время. Но попадая в наши дома, они попадают, во-первых, в темноту, во-вторых, в сухой воздух. И, конечно, уже поливы не такие регулярные, как это могут обеспечить в теплицах за границей. Поэтому грунт обязательно нужно поменять. Пересадку растений лучше провести примерно через 2-3 недели после покупки. Если у растения уже видны проблемы, то лучше это сделать сразу. Проверить корешки, в порядке ли они, стряхнуть весь транспортировочный торф, стараясь при этом корни сильно не травмировать и заменить. Самый универсальный грунт, который я лично использую для большинства своих растений, это покупной торфяной субстрат для цветов, для рассады, в общем, неважно, какой вы выберете. Мне нравится фирма Янтарный край, Теравита, Геолия. Нейтральный выбирайте, потому что именно нейтральный подходит большинству растений. И добавляйте туда примерно 30% разрыхлителей. В качестве разрыхлителей можно использовать перлит, циолит, диатомит, уголь, кокосовые чипсы, пеностекло разной фракции, мелкий керамзит. Иногда я даже добавляю в качестве разрыхлителей готовые минеральные грунты, вроде серамиса или личузы, знакомые, наверное, большинству цветоводов. Но чтобы вас не напугать, скажу, что достаточно одного-двух разрыхлителей. Например, всегда держите под рукой перлит, циолит. Я добавляю понемножечку обычного угля древесного, как вот для шашлыков используется, просто в более мелкой фракции. И для фикусов, пальмы и таких крупных растений стараюсь еще добавлять крупный речной песок. Этого будет точно достаточно, то есть около 30% от общего объема грунта. Замешиваем все это, и такой грунт получается с кучей разноразмерных включений, разнообразный, и он очень комфортен для выращивания большинства растений. Если же вы хотите в эту тему углубиться чуть дальше, то обязательно подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Я регулярно рассказываю про разные виды растений и про то, какой грунт для них лучше подготовить. Вторая распространенная проблема с растениями – это неподходящий горшок. Причем он может быть неподходящий по форме, но это реже бывает. Чаще всего он неподходящий по размеру. Если ваше растение становилось в росте, из дренажных отверстий снизу у вас появились корешки, растение начинает мельчить листья и плохо себя чувствовать, скорее всего ему нужен новый горшок. Тогда растение нужно вынуть из горшка, чуть расправить нижние корешочки и пересадить в горшок побольше, но не слишком. Увеличивайте горшок при пересадке буквально на два пальца в размере будет достаточно. Конечно, чем крупнее растение изначально, тем активнее мы можем увеличивать горшок, но для небольших комнатных цветов буквально 2-3 сантиметра в диаметре уже достаточное увеличение. Намного более популярная проблема не тесный горшок, а наоборот слишком большой. Почему-то нам кажется, что чем больше горшок, тем больше вырастет растение. Я часто встречаю вот такой вот малюсенький цветочек, растущий в таком корыте, в надежде, что сейчас он как рванет и заполонит весь дом. На самом деле этого не происходит, потому что в горшке у нас грунт, к сожалению, не живой. То есть, если на улице мы копнем с вами грядку, обнаружим там кучу жучков, червячков, паучков, море бактерий, которые постоянно перерабатывают этот грунт, дыхлят его, делают там свои маленькие ходы, то в горшке с комнатными цветами, еще раз повторюсь, к сожалению, но для многих, наверное, к счастью, грунт не такой. Там нет практически никаких жителей, там нет бактерий в достаточном количестве, которые бы помогали перерабатывать этот грунт и обогащать его питательными веществами для растений. Там пусто, поэтому для растения важно касаться всего грунта своими корешками. То есть, если у вас растение с небольшой корневой системой, а горшок большой, то весь пустой грунт у вас будет от постоянного полива, просушивания, полива, просушивания портится, закисать, еще больше умирать и станет неподходящим для вашего растения. И в итоге вот этот вот закисающий грунт по периферии вовлечет в гниение и корни вашего растения, и вы получите погибающий цветок вместо активно растущего. Вот, например, у меня в руках крупный замиакулькас, которому кажется, что уже все битком забито и нужно горшок побольше, но на самом деле я его совсем недавно пересадила в этот горшок из более просторного, потому что в просторном он попросту загнил. Это растение сейчас у меня находится на реабилитации, в очень тесном горшочке, в очень рыхлом грунте. То есть, если у вас уже вы столкнулись с гниением корней, то к моему предыдущему совету добавляйте не 30 процентов разрыхлителей, а прямо до 50, чтобы грунт был максимально рыхлым, потому что это позволит остановить гниение корневой системы. И теперь я буду наблюдать за тем, как он адаптируется в этом горшке, и только когда появятся активно новые корни, которые будут видны через стенки прозрачного горшка мне, только тогда я смогу увеличить для него горшок. То есть, чаще всего горшочек вплотную по размеру корневой системы, это хорошо. За таким проще ухаживать, такой сложно загубить. Но, как я уже сказала, если растение уже чувствует себя не очень хорошо, остановилось в росте, и у вас снизу появились корни, значит, пора пересаживать в больший горшок. Весна отличное время для этого. У меня есть подробное видео о пересадке, можете им воспользоваться, чтобы разобраться, как это сделать правильно. Третья проблема, с которой сталкивается практически каждый цветовод в своем жизненном зеленом пути, это избыточный полив. Именно через чур обильный полив для растений является самой распространенной, наверное, проблемой. Пожелтение листьев, всяких гниения корней, появление пятен каких-то на листьях, все это избыток воды. На самом деле, эта проблема наиболее часто проявляется в зимний период, либо весной, когда растение из-за дефицита света не способно усвоить всю ту воду, которую мы им даем. Растения воду не просто пьют, как люди, они ее потребляют для того, чтобы использовать в фотосинтезе, потому что именно молекулу воды под воздействием солнечного света растение разрушает, чтобы получить кислород, выпустить его в воздух и получить водородики, которые они потом используют в строении своих питательных веществ, сахаров. Если у нас света мало, то и воды у нас используется мало, поэтому полив в зимний период и для растений, которые находятся в затенении на северных окнах, должен быть очень аккуратный. Подавляющее большинство растений спокойно выдерживают просушку грунта практически полностью, то есть когда у вас грунт просыхает не только сверху тоненький слой, но и практически на всю глубину горшка. Как понять, что растение уже достаточно хорошо просохло? Я это делаю просто пальцем, опускаю палец до вот второй фаланги в землю. Если вы чувствуете под пальчиком, что вам влажно, значит поливать это растение еще не нужно. Также можно навостриться, определять по весу горшка, потому что грунт обычно легкий, и если вы периодически будете горшок приподнимать, вы запомните, какой он в состоянии хорошей просушки, а какой он когда еще влажный. Если грунт влажноватый, особенно в зимний и даже весенний период не поливайте растения, потому что именно качественная просушка грунта на самом деле стимулирует рост корневой системы, потому что корни растения начинают искать, где же там прячется вода, и более активно занимают горшок. Также просушка грунта стимулирует растения к росту и цветению, потому что если у нас грунт постоянно влажный, то растение находится в таком вялом состоянии, у него все вроде неплохо, и зачем расти. А периодические просушки такой хороший стресс, который растению полезен. Особенно важно просушивать грунт для таких растений, как кактусы, суккуленты, для тех же самых замиокулькасов, и для них вообще очень критично влажный грунт. То есть если у вас грунт постоянно мокрый, растение гарантированно загниет, остановится в росте и погибнет. Поэтому просушивайте ваше растение, даже если это спотифилумы, которые многие рекомендуют поливать чуть ли не каждый день, не нужно. Грунт должен просыхать до середины горшка у подавляющего большинства. Исключением являются только флорариумные растения, такие как селгинелла или папоротники с нежными листьями, как адиантум, например. Они требуют постоянного доступа воды к корням. Все остальные растения перенесут половинную просушку или даже полную. Еще одна распространенная проблема при появлении новых растений в доме, это неправильный выбор места для них. Во-первых, место для растений нужно выбирать такое, где его не будут постоянно тревожить, прикасаться к нему, двигать его, поворачивать, перемещать. Потому что в природе растения укореняются там, где появились, и собственно там долго-долго растут. Для них комфортнее, когда солнце постоянно падает в одно и то же время, с одной и той же стороны. Второе, это конечно освещенность. Это очень важно для растений, потому что свое питание они получают за счет света. И если света мало, растение питаться не может и расти, развиваться также точно не может. Поэтому выбирайте место, подходящее растению по освещенности. Это можно точно так же посмотреть на каком-нибудь сайте вроде растений и вод, месте, где собрана информация о разных растениях. То есть вы можете поинтересоваться, какая освещенность нужна конкретно выбранному вами цветку. Потому что есть растения, которым необходимы только южные окошки, максимальное количество света, чтобы оно светило с утра до вечера и зимой еще и досветка понадобится. Есть растения, которым на южном окне будет тяжело, слишком жарко, слишком солнечно, они могут получать ожоги на листьях. И такие растения нужно располагать в большем затенении, например, в удалении от южного окна или на восточном или западном окошке. А есть растения, которые комфортно себя будут чувствовать на северных окнах, когда солнце вообще никогда не появляется в их жизни. Но вот этого рассеянного света от северного окна им вполне будет достаточно. Есть растения капризульки, которым даже солнечный свет не подходит. Им нужно только фитоосвещение, чтобы оно было стабильное, по 12 часов в сутки определенного спектра. И только тогда растение покажет вам максимальную декоративность. Я бы даже советовала, прежде чем вы растения покупаете в свой дом, задуматься, какая у вас ориентация окон, какую освещенность вы сможете обеспечить цветку. И прежде чем оплатить цветок на кассе, поинтересоваться, какой свет ему нужен. Это поможет вам избежать больших ошибок и проблем. Еще одна ошибка, распространенная среди цветоводов на удивление, это отсутствие подкормок. Почему-то окажется, что раз растение живет в земле, а еду получает фотосинтезом, то ему больше ничего не нужно, просто иногда поливать. На самом же деле, для того, чтобы формировать тело растения, ему постоянно необходим большой спектр макро- и микроэлементов. Это азот, фосфор, калий, магний, марганец, железо. Калий, уже был. И, короче говоря, действительно большой спектр, там больше 30 разных элементов, которые растению нужны на регулярной основе. Каких-то нужно побольше, например, азот, фосфора и калия. Каких-то поменьше, например, кальция, магния, марганца, железо, кобальта, никеля, серы и так далее. И если вы начинаете замечать, что ваше растение выглядит примерно таким образом, то есть листики у него измельчали, как будто бы стали выглядеть нездоровыми, рост прекратился, оно выглядит подавленным. Вполне возможно, вы забыли о регулярных подкормках. Кормить растения обязательно нужно каждые 2-3 недели на протяжении всего весенне-летнего периода. То есть мы поливаем не просто водой в такие дни, мы поливаем питательными веществами. Сейчас огромный выбор питательных добавок для подкормок растений. Это и долгоиграющие добавки, которые можно внести прямо в грунт при посадке в определенном количестве, и забыть о подкормках на год. Например, осмокот или цион. Есть добавки питательные, которые вносятся по листу, то есть вы опрыскиваете растение удобрениями, и так оно тоже умеет усваивать питательные вещества. Есть жидкие подкормки, которые нужно разводить или которые уже готовы. Есть органические, неорганические подкормки. Выбирайте то, что нравится лично вам, то, что лично вам комфортно. Я уверена, что в любом цветочном магазине вас проконсультируют и помогут выбрать подходящее питание конкретно для ваших растений. Потому что тоже оговорюсь, что не все растения требуют одинаковых подкормок. Например, декоративно-лиственные растения, которые мы выращиваем ради листочков, в первую очередь нуждаются в азотных подкормках, потому что именно азот нужен для построения тела растения. А если мы говорим про цветущие растения, как орхидеи или, например, пиларгонии, бегонии, то им для того, чтобы обеспечить пышное цветение, нужен калий и фосфор. Кроме этого, конечно, не забывайте о том, что нужны микроэлементы. Прямо используйте периодически дополнительные микроэлементные подкормки. Также можно использовать аминокислоты. И я стараюсь хотя бы раз в месяц свои растения кормить органическими удобрениями, потому что, во-первых, они закрывают сразу все дефициты, за счет того, что то, что произошло в природе, содержит весь необходимый спектр нужных растениям элементов. Плюс к этому вместе с органическими удобрениями в грунт попадают бактерии, которые оживляют грунт и помогают растению усваивать питание лучше. И, конечно, еще одна распространенная ошибка – это забыть о том, что растения могут болеть. В мире существует огромное количество вредителей, которых вы можете принести вместе с цветком из магазина или зацепить где-то на улице на одежде принести, или даже с букетом полевых цветов приточить в свой дом. Вредители могут повреждать растения. И если вы видите, что, в принципе, вроде бы все условия, о которых я говорю в своем видео, вы выполняете, растение чувствовало себя хорошо и внезапно начало чувствовать себя плохо, скорее всего, это повод рассмотреть ваши растения внимательнее и поискать гостей незваных. В первую очередь мы рассматриваем обратную сторону молодых листочков, потому что именно там чаще всего находятся вредители. Ищите непонятные какие-то мусоринки-пылинки, потому что насекомые-вредители и клещи микроскопические чаще всего их сложно рассмотреть невооруженным глазом. То есть это могут быть какие-то пылинки-соринки, какие-то места укусов, какие-то как будто бы тонкие проколы на листочках. Могут быть паутинки или, например, комочки белого пуха. Это все вредители. Могут быть какие-то коричневые, прилипшие на листья кусочки. Можно заметить также не только самих вредителей, но и следы их деятельности. Например, щитовка и мучнистый червец вокруг растения выделяют медвяную пать, и растение становится липким, и пол рядом с растением тоже может быть липким. Все это повод поискать внимательно. Можно воспользоваться лупой. Лупой на телефоне или обычной стеклянной, или даже комнатным микроскопом, если у вас вдруг такой есть, и найти нарушителей вашего домашнего спокойствия. К счастью, сейчас огромный выбор препаратов, практически безопасных для человека и смертельно опасных для вредителя. Избавиться от них не составит труда. Главное найти, кто же у вас появился, выбрать правильно препарат, и, конечно же, провести грамотную обработку достаточное количество раз, потому что чаще всего вредители с одного раза не уходят. Самый эффективный способ предотвратить развитие вредителей, это, во-первых, карантин для новеньких. То есть, когда у вас новый цветок появляется, ставьте его в сторонке от остальных, хотя бы 2-3 метра, а лучше другая комната, чтобы, если вдруг вредители появились вместе с новым цветком, они не попали на всю остальную вашу коллекцию. Ну и еще хотя бы раз в месяц проводите растением теплый душ, промывайте все листья такой чуть горячеватой водой из-под душа, активно промывая листочки со всех сторон, пазухи листьев, стволы, для того, чтобы избавиться от насекомых и клещей, если вдруг они начали размножаться. Потому что насекомые попадают чаще всего в дом в единичном количестве, и только при отсутствии должного внимания могут развиться в огромную популяцию, бороться с которой будет сложно. Про вредители я также рассказываю в своих видео, пересматривайте видео на моем канале, обязательно найдете ответы на все ваши вопросы. Самые внимательные, наверное, заметили, что ошибок я назвала 6, а вначале обещала 7. Седьмая ошибка – это ждать непрерывного роста от растений круглый год. У растений, как и у людей, есть своя сезонность, свои периоды активности и отдыха, поэтому, естественно, если у вас, например, растение пышно цвело, то после этого, скорее всего, оно остановится в росте и какое-то время будет набирать силы для следующего толчка. Если у вас за окошком зима, то большинство растений погружается в такой легкий анабиоз и пережидает неблагополучное, слишком темное время года для того, чтобы потом весной снова тронуться в рост. Ну, а если с растением должно быть все в порядке, а роста нет, пересмотрите еще раз в предыдущие 6 пунктов, наверняка ошибка кроется где-то там. Надеюсь, это видео было вам полезно, вы нашли для себя что-то интересное и важное, и теперь ваши отношения с растением станут еще лучше. Еще раз напомню, чтобы вы не забыли подписаться на мой канал, оставайтесь с нами и встретимся в новых видео. С вами была Екатерина Кузнецова и канал «Зеленый дом». С вами был Игорь Негода.